Здравствуйте! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей, а у нас в гостях сегодня выдающийся альпинист Денис Урубко. Денис Урубко – обладатель гималайской короны, первый в СНГ и пятнадцатый в мире восходитель на все 14 восьмитысячников земли. Больше года живет в России, а работает в Европе. В 2009 году Денис и Борис Дедешко совершили первопрохождение юго-восточной стены Пикачо-Ойю, за что были удостойны высшей награды в альпинизме золотого ледоруба мира. Неделю назад вы вернулись из Непала. Что там было интересного, любопытного рассказывать? Была первая экспедиция, которую я проводил в плане… Я став гражданином России. Мне интересно просто такое мироощущение. Я долго жил в Казахстане и сейчас, приехав сюда, ну как-то по-другому начал воспринимать ответственность, реальность свою. И сейчас мы проводили проект очень интересный на вершину Канчиджанга. Это на востоке Непала переводится как «пять сокровищ большого снега». Там очень сильно в свое время интересовался Рерих, если вы посмотрите его картины, там очень много присутствует Канчиджанга, такие всполохи разных цветов, такой все, калейдоскоп, краски перемешанные. Это очень известная вершина, она святая для индуистов, для буддистов, и там, по их мнению, находится вход вот в эту волшебную страну Шамбала, ну как у православных, там рай у нас, а у этих, значит, Шамбала. Это волшебная страна, где все живут счастливо, и сейчас я, когда путешествовал, ну, я действительно, я стал счастлив, я прикоснулся к чему-то красивому, интересному. Мы совершали восхождение командой такой международной, нас было всего пять человек. Дело в том, что я на вершине Канчиджанга уже был давно, 12 лет назад, но гора, она же разная, с разных сторон, по-разному, как к ней подходишь, относишься. И в этом году для меня была такая задача пройти новый маршрут по северной стороне вершины Канчиджанга. Со мной были двое друзей из России, один Баск и один поляк. Ну, как-то так получилось, что никто друг друга раньше, кроме меня, не знал. И они просто, как бы, вот я такой точкой стал, все вокруг меня собрались, и мы туда поехали, провели два месяца в экспедиции, сделали, я говорю, огромный объем работы, который обычно достается команде 15-20 человек. А что вы там делали? Вы что-то исследуете, вы для себя это делаете? Просто для себя, вот на самом деле, вот географическая точка вершины Канчиджанга, вот в плане, она ничем не отличается. То есть, если вот на карту посмотреть, вот Канчиджанга, а вот, ну, я не знаю, там, центр города Рязани. То есть, вот сюда вот встать, на эту, на планете Земля точек много. Другое дело, что это вершина, и выше нее человеку путь, ну, заказан, там порог. И вершина высотой 8 586 метров, это вообще предел для выживания людей, там очень мало воздуха, ну, сильные ветра, непогода, холодно очень. И для нас была задача просто вот залезть на вершину. Сверхъестественного в этом нету, это спорт. Точно так же люди бегают по стадиону. То есть, вот старт, вот финиш, человек бежит, ничем не отличается. Ну, это гораздо безопаснее, могу сказать. Ну, безопаснее, да, но в том-то и прелесть альпинизма, что есть риск, этот риск заставляет переживать отношения людей, отношения с природой по-другому. Не так, как здесь. Чувство плеча важно, очень. Да, конечно, и вот я говорю, что команда, она сложилась. Даже вот, получается так, что финальный рывок я делал в одиночку. Один из участников вот этой тройки, он просто вот был на ноль, и его следовало транспортировать, ну, помогать ему двигаться вниз. И Артем отказался от вершины, он не пошел наверх, он развернулся и пошел с этим другом, с нашим баском, Алексом Чиконом, вниз. А я пошел на вершину. То есть, как бы, кто из нас достиг большей вершины, еще надо подумать. А что за история с московским флагом? Дело в том, что вот Артем Браун, он живет в Подмосковье, так же, как и Дима Синев, он из Черноголовки. И у нас получилась такая команда Московской области. Они взяли с собой флаг Московской области, Московское, значит, Министерство спорта очень сильно нам помогало, участвовало, просто пиарило тоже наш проект. И за спиной, когда вот такая махина, как, значит, Министерство спорта Московской области, ну, мы чувствовали себя увереннее. Я, как руководитель проекта, представляющий Рязань, в данном случае никакого внимания не встретил. Сейчас я думаю такое, ага, а почему же я, живя в Рязани, поднял на вершину флаг Московской области? Ну, где-то какие-то парадоксы в жизни случаются. А еще были парадоксы. Я понимаю, что обо всех путешествиях, ну, нереально, на самом деле, сейчас поговорить, вот в эти 10 минут. Ну, какие-то самые запоминающиеся для вас, может быть, что-то необычное. Я почувствовал после этой экспедиции, что я начал стареть, что ли. Ну, действительно, знаете, я раньше высота вот 8500, 8500 метров, мной воспринималось как такой предел для самого себя. Но, то есть, я начинал чувствовать себя там хуже как-то, немножко раскоординация, какие-то мысли странные. А тут я прекрасно себя ощущал на Кончанске. Я просто помню 12 лет назад и сейчас, я могу сравнить. А потом я после экспедиции и во время проекта я практически не ел. Ну, то есть, так, сравнительно. Там же как, люди очень долго голодают, работают очень много, а потом вниз, когда спускаешься, кислорода очень много, организм начинает сразу восполняться, требовать то, что ему не давали в течение месяца. В этот раз я как-то, я похудел на 10 килограммов. Я перестал, знаете, вот есть такое выражение, счастье – это погоня за счастьем. Раньше я вот был счастлив, действительно, я сейчас вот думаю, только когда я боролся, вот преодолевал что-то, сам рубеж достигнутый. Ну, он проходил как просто этап какой-то, так вот географически отмечал. А сейчас у меня в жизни что-то поменялось, и я начал именно получать основное удовольствие, прочувствовать тот момент, когда я здесь, в Рязани. Гуляю с дочерью, вокруг теплые листва, ребенок счастлив, я счастлив. Когда я был на вершине Кончинжанги, тоже я помню четко этот момент, тоже это было большое счастье, это не было что-то такое проходящее, то есть вот планка упала, и я пошел дальше. Мне кажется, вы романтик большой. Спасибо, это хорошо или плохо? Хорошо. Скажите немножечко о себе, как вы попали в Рязань, собственно, и почему вот Рязань, вершины, как-то сразу так не сопоставишь в одном человеке, вот такие разные моменты? На самом деле в Рязани была очень сильная школа альпинизма в свое время, и тут тренировал команду такой известный альпинист Лев Мышляев в свое время. Люди увлекаются горами, здесь-то можно тренироваться, здесь есть возможности, скалы небольшие тут в окрестностях, а потом ездить на Кавказ, в Крым, совершать восхождение в Каракаруме, в Гималаях, на Памире, на Тиньшане. Я долгое время, 20 лет прожил в Казахстане. Там были условия, там был горный хребет вот прямо рядом с мегаполисом, с нашим, с Алматы. Но ведь не всех тянет наверх, а вас тянуло. Почему я стал альпинистом, в смысле, это уже другой вопрос. Почему люди становятся там теннисистами, почему люди пускаются в дальние плавания, в моря, тоже опасно очень. Почему люди спускаются в шахты добывать уголь, это опаснее гораздо, чем альпинизм. И люди это делают, просто вот такая задача, такой вид деятельности, такая любовь. Вот я в Рязани, кстати, оказался там, в общем, из-за любви, вы спросили именно, я полюбил девушку, бросил все в Казахстане и переехал сюда, и теперь живу здесь. Ну, это случилось три года назад, четыре уже. И, ну, мне нравится, я счастлив, что я не просто так там выбирал что-то там, здесь платят больше, здесь платят меньше, а я хочу сюда, а мне, может быть, лучше сюда. 20 лет своей жизни я прожил просто потому, что я люблю горы, из-за любви, там, в Казахстане. У моей жены отец был когда-то очень сильным альпинистом. Ну, он в смысле, дай бог ему здоровья, он в прекрасном отношении к альпинистам до сих пор, и... То есть ее не напугаешь тем, что вы где-то там на горе... В том-то и дело, она была знакома с этим видом спорта, она пришла, значит, на одно мероприятие, потом случайно мы там где-то еще пересеклись, познакомились, и так, шаг за шагом, вот, и я оказался в Рязани. Никогда бы не предположил. Ваши планы на ближайшее будущее? В ближайшем будущем я собираюсь много тренироваться, лазить по скалам, технические сложные маршруты, там, вертикальные стены какие-то, и посвящать как можно больше времени дочери. Потому что ребенок два месяца сейчас без меня был, она за это время вот крепко встала на ноги, начала уверенно разговаривать уже, и сейчас мое присутствие, оно крайне необходимо. А спортивные планы буду реализовывать с друзьями, следующий проект может быть следующей зимой. Очень мало восхождений, до сих пор зимой совершены. Есть такая вершина очень известная, К-2. Ну, голливудцы ее там, киношники прославили, не очень хорошо, вот этот фильм «Вертикальный предел», там очень много неправды. Если смотрите, это не про альпинизм. Вот, а мы хотим поехать на К-2, попробовать вот с этими ребятами, с которыми мы были на Кончиджанге, может быть, еще несколько человек. А связь с миром у вас там какая-то есть, хотя бы какое-то время, или вам это совершенно не нужно там? Олеся, в современном мире все можно, главное были бы деньги. Вот до базового лагеря, грубо говоря, до сложного участка маршрута, начала маршрута, то есть много кто может прийти. Там люди какие-то, носильщики, там вертолеты прилететь. Выше, когда ты выходишь на склон горы, это абсолютное одиночество. Ну, вот с друзьями по команде только, никто другой там помочь не может. Здесь можно вызвать скорую помощь, прилетит самолет, вертолет, там Путин позвонит. А там все, там за деньги этого не купишь. Это может быть одно из немногих мест на планете, на нашей, где, вот я говорю, ты добиваешься всего своими силами. Такое ценное состояние души, что ты сделал что-то, что никто кроме тебя сделать не может. Удачи вам на всех ближайших высотах, я думаю, у вас их будет еще немало. Надеюсь, что вы расскажете о следующих путешествиях. У нас в гостях был Денис Урубко, а это была программа «Подробности». До встречи.